Мне сегодня очень хочется начать немножко издалека, потому что тема, которую мне сегодня надо вам рассказать, вы ее во всех аспектах, может быть, слышали, о продукте, так и сяк. Но аспект, под которым я сегодня хотела бы эту тему вам преподнести, это омоложение организма, о том, как же все-таки надо питаться людям, которые хотят дольше жить. Если вы сюда пришли, значит, вы из той категории людей, которые уже много об этом знают. Вы хотите быть здоровыми, долго жить и наслаждаться этой жизнью в любом возрасте, особенно, когда вам, так скажем, далеко за 40. В вопросе долголетия есть очень важные моменты, которые я хочу вам осветить. Прежде всего, есть две позиции. Что в этом вопросе от нас зависит, а что не зависит. Вот не зависит то, что есть вот в этом списке. То есть почвы беднеют, агротехнические мероприятия крепче становятся. Используются специальные виды обработки продуктов. И мы вынуждены их есть, потому что они все, к сожалению, продаются. И нам некуда пойти, чтобы купить те, которые не содержат их. Преждевременный сбор фруктов и овощей, чтобы они дозрели у нас в холодильнике. Изменение условий хранения пищевых продуктов. Да, нет хорошей посуды, да, нет качественных условий хранения. И мы вынуждены с вами есть ненатуральную еду. Те продукты, которые мы вынуждены покупать в магазине, почему они так плохи? Потому что в них есть вот столько всякой химии. Здесь и промышленные химикаты, и пестициды, и пищевые добавки, и аспартамы, глютамат натрия, и токсические жиры, и сладости всякие. То есть заменители их, рафинированные продукты, синтетические вещества, генномодифицированные источники, эндотоксины – это продукты жизнедеятельности организмов, которые прекрасно живут в тех продуктах питания. Но есть кое-что, что от нас зависит. А что мы можем в этой схеме изменить? Мы можем рациональнее питаться, мы можем исключить бытовые причины нарушения пищевого поведения. Что это такое? На самом деле, знаете, я очень много думаю о том, почему одни люди стареют быстрее, другие медленнее. В этом вопросе, как ни странно, учебенно сходится. Да, на 80% вот эта скорость старения зависит от питания. А только 20% – это генетика, условия жизни, социум, экология и так далее. Так вот, из этих 80% причин, которые на нас влияют, все-таки это то, что мы кладем каждый день себе в рот. То есть то, что мы едим реально. Так вот, эти привычки, они вообще-то складываются в детстве. Всегда выясняется, что научили много жирно-сладко есть родители, ребенка. И вот эти привычки, они так укореняются, что их потом в течение жизни очень трудно изменить. Сломать вот эти условные рефлексы, которые так глубоко укоренились, очень трудно. Поэтому фактически вот эта сфера жизни, привычки питания – это и есть, собственно говоря, работа вас всех, потому что вы в некотором смысле тоже специалисты в области диетологии. Из 7 миллиардов населения земного шара, это уже статистика, уже на сегодня 4,5 миллиарда толстяков и людей, имеющих избыточный вес. И статистика такова, что через 20 лет мы, пардон, все будем с вами толстыми, если не возьмемся ответственнее за эту задачу. Поэтому я сейчас здесь, с этой трибуны, очень хочу всех вас попросить активнее работать, чтобы через полгода здесь было в 10 раз больше людей. Потому что это наша святая обязанность научить население питаться. На своем примере, на примере своих клиентов, ну, пожалуйста, распространяйте активнее знания о правильном питании. Причины, с чего начинается старение, их вообще-то много. Но основные, вот они перед вами, это основные факторы. То есть это загрязнение внутренней среды нашей экологии, загрязнение организма, свободные радикалы, которые атакуют нас со всех сторон, и с ними мы стараемся бороться всеми средствами. Воспалительные процессы, никто от них не застрахован. Ослабленный иммунитет поголовно сейчас практически у всех. Воздействие солнечных лучей, стрессы без них никак. Мы все в стрессах живем с утра до вечера, особенно в больших городах, мегаполисах. Резистентность к инсулину. Это еще одна важная тема, потому что 21 век объявлен веком сахарного диабета. При уровне сахара в крови 6,6 мм на грамм снижается на 75% фагоцитарный показатель, что повышает восприимчивость организма к бактерицидным, вирусным инфекциям, конкозаболеваниям и преждевременному старению. Недопустима инсулинорезистентность. Ее надо обязательно выявлять как можно раньше. Сделать это просто. Надо периодически измерять уровень сахара в крови, а у кого он нестабильный, сделать анализ гликированного гемоглобина и обратиться к эндокринологу, который сделал специальные тесты для выявления скрытого или, так сказать, латентно текущего сахарного диабета. На каждой моей консультации, каждый божий день я выявляю человека с инсулинорезистентностью. И он приходит и в 40, и в 30, и в 20 лет. И это просто эпидемия. Наш продукт, кстати, он очень хорошо справляется с проблемой профилактики сахарного диабета. Сейчас фактически нет продуктов, которых можно отнести к категории качественных или натуральных. Мы вынуждены есть очень много еды, чтобы организм получил всю необходимую таблицу Менделеева, так скажем, для нашего здоровья. Поэтому в целом идет тотальное переедание. И это и есть основная причина ожирения во всем мире. Фактически получается, что только 16% смертности из причин основных никак не относятся к питанию. Заметьте, 16%. То есть из 100 человек только 16 умирает не по причине неправильного питания. А все остальные люди так или иначе заболели потому и умерли. Потому что они в свое время неправильно питались. Или пожизненно, или какой-то промежуток времени. Но это вот те заболевания, которые уносят миллионы людей во всем мире. Повторяю, это 84 человека из 100. Что делать? Институт питания, наш многоуважаемый, под управлением Виктора Александровича Тельяна, предлагает три варианта. Три. Какие? Перейти на натуральное хозяйство. Использовать в пищу продукты из магазинов специального диетического питания. Дополнительный прием недостающих питательных веществ. Вот об этом и поговорим. И вот посмотрите, что же надо делать для того, чтобы продлить молодость и быть моложавым человеком. Вот простые правила, которые любой из нас может соблюдать. Сбалансированное питание. Прием антиоксидантов. Укрепление иммунитета. Профилактика инсулинорезистентности. Регулярное очищение организма от токсинов. Сон не менее 8 часов. Регулярное занятие спортом. Использование приемов снятия стресса. И релаксация. Ведение здорового образа жизни. Преимущества питания нашим продуктом. Я обозначу некоторые только аспекты. Я должна обратить ваше внимание на то, что любой продукт, который относится к индустрии омоложения, должен быть сертифицирован, то есть защищен со всех сторон официальной медицины. А поскольку наш продукт относится к функциональному питанию, то он сертифицируется по-другому, нежели БАДы. Вот это слово вам надо говорить всегда тем людям, которые недоверчивы. Они говорят, да, это какой-нибудь очередной БАД. Нет, вы говорите, что это не БАД, это функциональное питание. Это лучшее, это качественнее, это мощнее. И проходит он обязательную сертификацию с, так сказать, апробацией в институте питания. Кстати, это единственное в мире учреждение, чтобы вы знали, такого плана ни одна страна не имеет института питания, который изучает еду как лекарство. Мы об этом всегда вроде говорим, но такое учреждение оказывается единственное в мире, и оно есть у нас в России. И оно очень старое, оно в 30-х годах еще открылось. Так вот, клинические исследования проходили с нашим продуктом, как вы знаете, три года в институте питания, вот этот великолепный коллектив, который сделал много исследований и очень много докладов. Я слушала о нашем продукте в течение последних пяти лет со сцены конгрессов диетологов, в исполнении вот этих ведущих специалистов о том, что Wellness Pro является низкокалорийным, высоко белковым, витаминизированным, обогащенным микроэлементами продуктом питания и может быть рекомендован в комплексной терапии ожирения, сахарного диабета, остеопороза, а также здоровым лицам с целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. Что в наших продуктах есть такого, что действительно реально омолаживает? Ну, конечно, прежде всего то, что это сделано отдельно для мужчин и женщин. Не может, не может одной тоже одинаково работать на мужчинах и женщинах. Почему? Есть разные дозы, мы разные. Поэтому мужчинам надо больше одного, женщинам больше другого. Так вот, если говорить о коктейлях, то вы знаете, пропись отличается на 6-8 позиций. И прежде всего мужчинам нужно больше белка и антиоксидантов, потому что мужчины живут в среднем, в нашей стране статистика, на 10, 12 и 15 лет меньше. Что еще? Здесь есть великолепный витаминно-минеральный комплекс, который тоже сильно отличается по составу от мужской, от женского. Но в женском комплексе мне нравится что? Там есть 200%, заметьте, 200. Очень мало какие фирмы себе позволяют такую пропись. Фолиевой кислоты. Зачем она нужна? Она нужна для здоровья женщины, для ее фертильности. Девочкам надо для того, чтобы построилась вот эта женская детеродная функция качественная. А нам всем остальным нужно поддерживать ее на максимально качественном уровне как можно дольше. Потому что чем дольше у женщины функционируют женские гормоны, женские эстрогены, тем дольше она остается молодой. А фолиевая кислота как раз, что называется, дирижер в этом оркестре женских, так скажем, гормонов, которые нужны для, вернее так, элементов, которые нужны для воспроизводства качественных женских половых гормонов. Дело в том, что редко какая фирма может в одну таблетку, а у нас суточная доза одна, положить все, что нужно средней женщине и мужчине в день. Это очень удобно, не так ли? Хотя разные специалисты говорят, нет, вот надо разделить, вот витамин С отсюда, В отсюда, Д отсюда, А отсюда, там, В-П отсюда, В-2 отсюда. Это сколько надо банок в день иметь, правда? То есть это реально невозможно. А потом, это действительно за этим будущее. То есть качество в любом случае витаминно-минерально-травяного комплекса зависит от того, какова технология производства этого продукта, чтобы в одну таблеточку вот эту уложить все, что нужно среднему человеку в день. Поверьте, это зависит только от технологий. Так нам говорят на всех конгрессах. У нас эта технология есть, можно доверять. Не надо 3, 5, 6, сразу говорю, не надо. 3, 5, 6 в день. Если кто-то думает, что чем больше, тем лучше, не надо. Надо строго следовать этикетке. Написано одну в день, если вы принимаете два раза коктейль, хватит. Если вы один раз в день принимаете коктейль, написано две, хватит. Не надо больше. Потому что гипервитаминозы тоже встречаются. Есть проблема, которая защищает нас еще от фотостарения, то есть от агрессивного действия солнечных лучей. Вы это слышали, да? Так вот, в наших продуктах есть антиоксиданты, которые помогают нам вот эту железобетонную защиту внутренней среды от фотостарения иметь. Вот сфотографируйтесь, видите, на этот слайд. Потому что это прежде всего хорошая доза цинка, которая еще имеет отношение к фертильности, то есть к тому, чтобы у нас были дети. И чем больше, особенно у мужчин, тем лучше. Витамин С, да, есть доза 80 мг, но периодически нам надо и 100, и 200, и даже 1000. И это можно, так сказать, иметь в виду. Витамин Е защищает кожу от старения. Этот витамин просто атомное оружие красоты. Сразу ваше внимание обращаю. Надо его использовать всегда, особенно женщинам после 40. Экстракт зеленого чая замедляет рост локачественных клеток, и экстракт виноградных косточек снижает риск меланомы, который в последнее время очень быстро прогрессирует среди причин смерти от раков. Дефенс – моя любимая формула. Что это такое? Это великолепная формула, которая включает в себя как бы два великих процесса в одном флаконе для кишечника. Господин Мечников в свое время говорил, будет жить долго и хорошо выглядеть только тот человек, у которого нормально работает кишечник. То есть микрофлора, между прочим, весит 5 килограмм. Представляете, 5 килограмм в нашем весе тела должна весить та флора, которая живет в нашем организме. Некоторые авторы говорят даже больше. Ну, наверное, если человек большой. Так вот, чтобы эта микрофлора хорошо вас кормила, потому что она занимается очень многими процессами, в том числе и процессами усвоения еды. Чтобы человек был худым, стройным и здоровым, ему на самом деле есть-то надо мало. Но вот когда здоровая микрофлора, она хорошо из малого количества еды всасывает все полезные вещества, их прекрасно усваивать может в этом случае организм, и тогда этот человек хорошо выглядит. А вот если флора не хватает или есть заболевания, то такие люди едят много, они не наедаются, они приходят к нам и говорят, доктор, вы мне прописали диету, так там есть нечего? Дайте мне 2 таких диеты или 3. Я не наедаюсь? Так вот, что делает наш продукт. Он и очищает организм от шлаков, ядов, токсинов, и восстанавливает микрофлору, потому что в нем есть лактобацилы, цедофильные, вместе с пробиотиками, вместе с пребиотиками, в одной банке, что называется. Это способствует улучшению энергетического баланса, а это то реально, чем мы все с вами отличаемся, энергетикой. У одних она больше, у других меньше, у больных ее совсем нет, у покойников совсем нет, нет, больных меньше, а у других совсем нет, да? А у спортсменов много. Именно поэтому они едят, кстати, самое лучшее питание, какое могут найти на этой планете. Иначе энергии не хватит, чтобы медали завоевывать. Избавляет от проблем с пищеварением, способствует здоровому росту ногтей, волос, улучшает состояние кожи. Вот такой продукт, его надо в системе есть, действительно. Не бойтесь, ешьте его годами, банка кончилась, следующее открывайте. И если, ну, так скажем, две таблетки два раза в день, утром и вечером много, принимайте хотя бы по одной, утром и вечером, натощак утром и вечером после ужина. Блокатор углеводов. Как он работает в антиэйджи? Значит, мне очень нравится этот продукт, я его называю банкетной таблеткой, так, в обиходе. Почему? Она должна всегда у вас в сумочке, в кармане, вот сегодня будет банкет, все туда с блокатором. Потому что мы его принимаем за полчаса, одну-две таблетки, можем позволить себе съесть больше. Особенно то, что доктор не рекомендует. То есть это такой, как бы, защитный продукт, который контролирует и чувство голода, не съедите большего, честно. Вот. И содержит еще то, что вот имеет отношение к антиэйджи. То есть таминоген, это тот фермент, который улучшает усвоение белка, но блокирует этот продукт усвоение крахмала, содержащих углеводов. Потому что именно от этих углеводов, пардон, у женщин возникает целлюлит, то есть это пуховые жиры, которые вот образуют объемы нашей размера в одежде. Поэтому этот продукт совершенно волшебник. Используйте его все, кто хочет похудеть. А вот мужская формула, которая должна быть в доме обязательно у всех, особенно у тех женщин, которые не хотят быть вдовами. То есть вы хотите, чтобы рядом с вами были мужчины, поверьте, с ними лучше, чем без них. Поэтому по любому случаю дарите им этот продукт всегда, пусть он у вас будет. Две на таблетке вечером, две утром можно, или хотя бы две на ночь, этого достаточно. Потому что этот продукт содержит аргинин, аминокислоту, которая относится к категории самых сильных антиоксидантов. То есть этот продукт расширяет сосуды все абсолютно и улучшает кровообращение везде, во всех органах. Но работает снизу вверх как бы по принципу. Но периферическое кровообращение у мужчины, оно улучшается значительно. Это причина, почему депо крови отправляется на периферию постепенно, если этот продукт использовать. И центральный кровоток как бы освобождается от излишнего кровяного вот этого напряжения. Давление снижается, кровь уходит на периферию, мужчины лучше выглядят, у них лучший цвет лица, у них выправляются очень многие морщины, лучше растут волосы, снижается артериальное давление, не имеет, заметьте, никаких противопоказаний. И у нас еще есть омега-ультра. Это есть препарат, который лучше других справляется с вопросом антиэйтинга. Улучшается кровообращение, улучшается тонус кожи и ее качества, улучшается мозговое кровообращение, мышление, улучшается функция суставов, позвоночника, гибкость мышц, эластичность связок. То есть этот продукт нужен и детям, и подросткам, и людям разного возраста, и пола, и старичкам тоже, чтобы они меньше ломали ножки и дольше двигались. Поэтому этот продукт в некотором смысле прекрасно балансирован, очень хорошо сделан и не имеет вот этого послевкусия, который имеет очень многие рыбы и жиры. Если вы возьмете в аптеке какой-нибудь дешевый продукт, его съедите, а потом появляется какая-то отрыжка рыбой. Вот этот продукт никогда ее не дает. За нами будущее. Спасибо вам за внимание.